Вот он, красавчик, легенда 90-х годов, Акаи, GX-95. Красив он до такой страшной степени, что фирма Акаи даже сделала отдельное окошко. Сейчас покажу. Для просмотра головки, крышки подкассетника, они красиво на ней Акаи написали, не видно, ну короче там написано вроде. И отдельное большое окно, маленькое для головки, небольшое для кассеты, с подсветкой, подсветка не работала. Так, ничего не работало, плохо работала протяжка, ролики деревянные практически на замену, все два пасека на замену. И основной, с которого снималась стружка, стружка снималась вот этим вот железным коромыслом, которое было прикручено на мотор. Для чего? Для того, чтобы немножко его тормозить, да, тормозить, потому что пасек оно держало. Пасек растянутый, и так как у великих мастеров, поставивших вот такие вот гордые наклейки о техническом обслуживании ничего нету, не говоря уже о роликах правильного диаметра, нету конечно и пасеков. Поэтому все, что они сделали, они поставили в эту херню, извиняюсь за выражение, которая снимала стружку с пасека и притормаживала его, создавая таким образом натяжение. Херня эта была надета на два винта, держащие мотор, и касалась пасека и шкива мотора соответственно. Вся эта дребедень, естественно, снята, поставлены, подобраны правильного размера, геометрически верные ролики. Согласен, редкость, но ребята, если вы занимаетесь ремонтом, занимайтесь как следует, а не просто собирайте денежные знаки. Это не культурно, и я бы даже сказал, в данном случае, чумошники вы, а не ремонтники, за такой ремонт морду бьют. Аппарат работал херово, был подрастроен весь, скорость была на процент больше, то есть горе-ремонтники, поставившие пломбу, эту хрень, которую я показывал, не удосужились даже скорость настроить. Хотя этот аппарат очень стабильно держит скорость и создает весьма низкую детонацию, которая меньше 0,1% по DIN. Напоминаю, что я измеряю DIN по специальному детонометру Meguro, японскому, совмещенному с частотомером, измеряющему детонацию в разных режимах и стандартах, как японскому, так и немецкому DIN, принятым за европейский. Кстати, проверим сейчас все функции. Поиск по паузам. Аппарат полностью отремонтирован, перебрана протяжка, установлены новые качественные запчасти и полностью настроен по прибору. Это играет запись с винилом. И проверим также запись на кассете MaxL. Субтитры создавал DimaTorzok В этом аппарате потребовалось также исправлять дефекты головок. Как дефекты. Головки, конечно, отвечают своим паспортам данным, плюс-минус аппарат с виду как новый. Головки, соответственно, не изношены и не испорчены, что часто бывает со стеклоферритовыми головами. Но традиционно для Акаев, особенно модели 75 и 95, они начинают валить частотную характеристику, причем килогерц 12-13. Здесь это выправлено путем точной настройки головы по осциллографу и милливольтметру с помощью правильной тестовой кассеты, а также с помощью подстроечных переменных резисторов эквализации канала воспроизведения, по счастью имеющихся в этом аппарате. И сейчас стандарт достигнут. А теперь будем записывать. Писать будем на кассетку MaxL XL2S. Сначала мы ее откалибруем. Вот, калибровочка пошла у нас. Четко уровень, четко биас, все настроено, включая калибратор. Соответственно, все это меняется туда, обратно, вниз меньше высоких, вверх больше высоких, в данном случае уровни. Все можно подстроить. Вот так вот сделаю чуть-чуть мигающим индикатор, чтобы более 10 килогерц у нас запасиком писалось. Ну, включим чеку. Поехали. Пошла запись. Источник. Тут не пошла. Вот теперь пошла. Диск. До тебя долетит, моя гость упадет с ресниц и золь. Жизнь и смерть всего лишь два мгновенья. Диск. Я вернусь к тебе дождем, путем и метелью с окном. С перебру костями крошу я к танкам твоим. Я вернусь к тебе красной. Радуй, как воскресну над землей. Погачу дыхание ветра в свет былой любви. Диск. 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 Я вернусь к тебе дождем Будем лететь за мной Селебро, как пускай ветров И одна, как твои Я вернусь к тебе дождем Как супер воскресну над землей Покажу дыханье век В рассвете мой любви Сама по себе дека хорошая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!